Сегодня праздничный день. Свой день рождения отмечают сёстры-близнецы, красавицы, замечательные актрисы Татьяна и Ольга Артгольц. Доброе утро, с днём рождения и два букета-близнеца. Вы не поверите, но они практически одинаковые. Вот так вот мы решили начать нашу беседу. С днём рождения вас. А вот скажите честно, Татьяна и Оля, вот два одинаковых букета, два одинаковых подарка. У вас два одинаковых мужа? Две одинаковых квартиры, две одинаковых трудовых книжек. Нет, ну серьёзно. Это он шутит. Вот вас обижают одинаковые подарки, когда вот вам дарят? Нет, абсолютно не обижают, потому что нам правда в детстве родители дарили одинаковые подарки, чтобы никому не обидеться. Да, только нам дарили так. Мама говорит, я всегда в разные руки, вот так заскнула, чтобы никому не было обидно. И достать надо давным, да? То, что угадает... Кто из вас старше кого? Я старше на 20 минут. Это ощущается в жизни? Вы такой лидер, вы чувствуете старшинство, ответственность за младшую сестру? Ну, наверное, да. Я всегда чувствовала, что папа с мамой часто говорили, вот ты старше, поэтому ты не должна её обижать. Или я к этому говорю, Оля виновата, папа говорил. Как она может быть виновата? Она же маленькая, она же младшая, поэтому вот ты как-то больше ответственность за младшую сестру. Вот вас берут на роль, да, на какую-то. У вас же нет такого условия, типа, только двоих, да, допустим. И можно ли подменить друг друга? Мы вообще считаем, что мы совершенно не похожи, поэтому вот представить ситуацию, что мы могли бы подменить, невозможно, да. Я согласен, дурацкий вопрос. Как и многие наши вопросы, темно, да. Но вы же и в жизни, и совершенно разный характер у вас. Кто-то, наверное, поживее, кто-то потише. Поживее. Поживее. Слушайте, ну вы даже сегодня пришли вот в одной цветовой гамме. Это случайно, абсолютно. А может быть, это к вопросу о том, что вот чувствуют ли друг друга близнецы или нет. Он, наверное, чувствует. Вот мы со своей тоже друг друга чувствуем. Я тоже хотел сегодня прийти в блузки, правда, но... Да, я хотела надеть пиджак. Она такая гамма. Ну, а друг другу вы делаете подарки? То есть вы можете сказать, что я знаю, что подарить моей сестре? Вообще у нас почему-то нет такой традиции, что мы вот, например, на день рождения друг другу делали подарки. Нас как-то спросили, а что вы друг другу подарили на день рождения? Ну, когда-то там какой-то праздник. И мы так немножко в ступор впали, потому что мы... А нам дарят подарки? А мы друг другу не дарим. А мы друг другу не дарим. Нет, причём мы дарим на Новый год. Можем дарить просто так, привозить друг другу. А на день рождения? Потому что нам дарят подарки. Нет, мы... Вот вам идея, пожалуйста, дарите друг другу подарки. Слушай, а отмечать день рождения вместе или порознь? Как же тут вместе, наверное, да? Нет, мы часто отмечаем порознь, потому что, как правило, приходится день работы какой-то, мы в разных городах. А сегодня вот тот редкий день, когда мы обе в Москве, к нам приехал ещё в гости папа, потому что он был в Белоруссии недалеко. Поэтому мы вот соберёмся обязательно вместе. Семьями будем, с детьми совсем громко, мощно. Счастливый отец, такие дочери. А можно ещё такой вопрос, извини? А вот вас обижают, когда вас путают? Бегут, кстати, они кричат, Оля, здравствуйте, я ваш поклонник. Нет, мы уже привыкли. Это весело. Ну, мы от всей души желаем вам успешных ролей, творческого роста. О чём вы мечтаете? А что бы себе хотели пожелать сегодня в свой день рождения? Татьяна и Ольга. Друг дружке? Себе. Друг дружке и себе. Ну, я бы пожелала здоровья, наверное. Мне кажется, это самое главное. Здоровья, чтобы здоровья были близкие, дети, любимые, родители. Это самое главное. Всё остальное... А Татьяне будет. И Татьяне тоже, конечно же. Я бы тоже, в свою очередь, Оля, пожелала здоровья, потому что самое важное. Вот, здоровья нашим родителям. И тоже хочется поздравить их с нашим днём рождения, потому что они для нас абсолютный талон любви, счастья, настоящей семьи, верности. Мы их очень любим, благодарны, что вот у нас такие уникальные родители, которых больше нет. Ну, мы присоединяемся, поздравляем родителей, замечательных сестей Арнгольд. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. И хотим вам пожелать огромной любви, невероятной весны и новых ролей. Спасибо. 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 Я бы сейчас новости на Первом канале.